Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами смастерим еще одного смешарика. Отгадайте, кого? Пишет стихи и о чем-то мечтает. Вдохновение в горах он получает. Для счастья ему подходит шалаш. Это смешарик-романтик? Конечно, бараш! Для работы нам потребуются акриловые нитки для вязания фиолетового цвета, приспособления для изготовления помпонов, красный фиолетовый фетр, синильная проволока, глазки, горячий пистолет, ножницы, трафареты ушек и простой карандаш. Берем приспособления для изготовления помпонов и нитки. Наматываем нити плотно на обе стороны приспособления. Важно, чтобы ниточки лежали рядом друг с другом. Закрываем оба замочка приспособления. Разрезаем ножницами нитки по кругу и плотно завязываем середину. Снимаем приспособление и у нас получился помпон. Он очень лохматый, поэтому нужно сделать прическу барашу. Берем ножницы и подрезаем все торчащие ниточки вокруг. Начинаем мастерить отдельные детали бараша. Берем пушистую проволоку и отрезаем два коротких отрезка. Это брови бараша. От той же проволоки отрезаем два отрезка больше длины. Это рога смешарика. Закручиваем каждую деталь с одной стороны по спирали. От пушистой проволоки отрезаем еще один небольшой отрезок для носа бараша. Сгибаем проволоку в форме треугольника. Из другой проволоки делаем лапки бараша. Отрезаем ножницами три отрезка. Один из которых длиннее. Из двух коротких делаем лапки в виде капельки. А из оставшейся проволоки делаем сердечко. Из красного фетра вырезаем ротик. Деталь мелкая, нужно попросить помощи взрослых. Из фиолетового фетра вырезаем ушки бараша. Берем картон, обводим его при помощи карандаша и вырезаем ножницы. Нам потребуется два ушка. Поэтому для изготовления второго шаблон нужно перевернуть, чтобы ушки были повернуты в правую и левую стороны. Вот все детали для сборки бараша готовы. Берем лапки в виде сердечка и приклеиваем их к нижней части шара. Не забываем про технику безопасности при работе с горячим пистолетом. Нужно попросить помощи взрослых. Или же можно применить другой любой универсальный клей. С правой и левой стороны шара приклеиваем лапы. Сверху приклеиваем рожки. Будьте внимательны, закрученная спиралька должна смотреть направо и налево. Приклеиваем ушки к верхней части шара. Приклеиваем глазки, носик и, конечно, ротик. Над глазами приклеиваем брови. Наш поэт-романтик Бараш готов. Он пишет стихи, очень часто посвящает их своей подружке Нюше, а записывает их с помощью пера, которое мы с вами сделаем в следующий раз. До свидания, ребята! До новых встреч!